Зачем вообще нужен буллпап? Все просто, эта компоновка позволяет сделать оружие более компактным, при том что длина ствола, а вместе с ней баллистика остается на прежнем уровне. Я заглянул в википедию, чтобы посмотреть, что там сказано насчет буллпап. Ведь нередко мы обращаемся к википедии с тем, чтобы получить оттуда необходимые факты. Лично я достаточно с большим доверием отношусь к изложенной в википедии информации, но в статье про буллпапы я нашел слишком много спорных заявлений. Например, вот что википедия записала этой схеме в плюс. Цитирую. Современные военные доктрины отводят важное значение боям в городе. В этих условиях компактность буллпапа особенно цена. Буллпапы ценятся антитеррористическими подразделениями. Интересно, какими такими спецподразделениями так сильно ценятся буллпапы? Разве что спецназам PUBG или Counter-Strike. Спецназы мира в основном вооружены как раз оружием с традиционной компоновкой. Следующий большой плюс. Как говорится, наберите воздуха в легкие. Практически отсутствует плечо отдачи. При стрельбе очередью подброс оружия намного меньше. Намного меньше. Ну это уж откровенная ересь. Я буду жаловаться на википедию в спортлото. Подброс оружия этой компоновкой не обуславляется практически никак. Про отдачу мы говорили в прошлом ролике. Но если кратко, импульс какой был, такой и остался. Вопреки тому, что у вас в руках волшебный буллпап. Там же в википедии. Удобнее перезарядка при стрельбе из машины или амбразуры. Ну удобство это понятие всегда субъективное. Тем не менее, по опыту попробуйте поперезаряжаться и узнаете, насколько это удобно. Но и с минусами в википедии тоже не все так гладко. Например, там сказано. Механизм находится близко голове стрелка. Звук выстрела и выброс пороховых газов доставляет стрелку больше неудобств, чем при обычной схеме. И сюда же. Проблемы со стреляющим с левого плеча. В этом случае стрельные гильзы летят стрелку прямо в лицо. Да неужели? Вообще-то при обычной схеме, например, как у АК или АР-системах, в левосторонней стойке гильзы мешают стрелку не меньше и не больше, чем при компоновке буллпап. Недостаток, указанный в википедии, скорее надуманный. А что касается механизма, который находится ближе стрелку и звук выстрела, который тревожит его сильнее на буллпапах, это, конечно же, тоже ерунда. Возьмите буллпап и не буллпап, постреляйте и убедитесь, что никакой разницы в звуке выстрела не будет. Разница в 5-7 сантиметров нахождения среза канала ствола от лица стрелка никакого сильного значения относительно звука выстрела не имеет. Что-то автор из вики расфантазировался. Или вот следующий недостаток, который надо поместить в кавычки. Непривычно для многих стрелков расположенный центр тяжести оружия. В схеме буллпап он находится между плечом и пистолетной рукояткой. В обычном оружии между руками. Ну, с чего автор взял, что центр тяжести находится между руками не ясно. Тут в каждом случае все будет по-разному. Смотря что за оружие, где и как расположен магазин, есть ли ДТК, каков профиль и длина ствола и так далее. Далее совсем забавно. На А-91 эта проблема была решена установкой подствольного гранатомета. То есть подствольный гранатомет был установлен, чтобы решить проблему непривычности баланса для стрелка. В этой же статье автор пишет, что изменение баланса это дополнительное удобство, а теперь это оказывается проблема, с которой нужно бороться. Далее. Неудобно использовать магазины большой емкости, особенно барабанные. Ну блин, вы чего там напридумывали? Целая куча примеров доказывает обратное. Я бы сказал даже наоборот, барабанные магазины и длинные магазины большой емкости. Даже удобнее использовать на буллпапе, чем на обычной компоновке. Что же, давайте постреляем из ружья Дерия Н-100, как раз с компонованным по системе буллпап. В нашем случае с более коротким стволом. Это весьма компактное ружье, у которого регулируется подчечник, положение передней рукоятки, если та установлена, конечно, складные прицельные приспособления, а также регулируется длина приклада с помощью проставок. Без магазина это ружье весит всего лишь 3 килограмма. Несмотря на свой массивный вид, это довольно легкое ружье, поэтому и отдача ощущается весьма сильно. Это причем уже третий раз. Опять же, смотри, по привычке, я убираю приклад под мышку, здесь убирать проблематично, да. И отсоединение такое. В принципе нормально, но на коротком магазине не очень удобно. Причем двусторонняя кнопка дублируется и с другой стороны, да? Окошко автоматически открывается, для левши не подходит. Мы посмотрим, как летят гильзы. Ну-ка, давайте. Так, надеюсь, рукоятка не ходит, но все может быть, поэтому я возьму сначала на первый выстрел вот так. Это будет интересно, давайте. Ух ты, карабинка. Слушай, отдача прикольная, мне нравится. На приемлемое, вроде рукоятка не ходит. Руку держи подальше, спрежет пола. И вкладываться надо вот так. Вот, теперь мы сделаем прицельный выстрел. Мне бьет вот эта хрень по щеке. Тактический релот. Итак, что ты должен сказать во время перезарядки? Не знаю, авария, красный. Красный? Меняю. Мена! Поддержка, время идет. И тут у нас возникают проблемы. Со сохранением, это очень грамотно. Дослал, ну и давай, и пятерочку прям подряд. А я... Затых поймали, судя по всему. А нет. Что мы не поймали? У него длинный ход спуска. СМ длинный, почему? На тему. Сужей. Спуск для был папа хороший, на самом деле. Вот для был папа. Мы знаем, что на был папе же там через тяги идет и неудобно. Он просто с большим усилием. Да, просто большое усилие, поэтому, опять же, пару раз у меня было то, что у меня залипал палец, то есть я не до отпускал. Вот традиционная конструкция ударно-спускового механизма. Здесь курок и спусковой крючок, шептало и другие части механизма находятся вместе. Это и определяет характер работы. Спуск проще сделать коротким и легким. И, как часто упрощенно говорят, более быстрым. Но многие из вас также знают, что на был папах спуск чаще всего растянутый и невнятный. Причиной тому спусковой крючок, который вынесен вперед вместе с рукояткой и поэтому разобщен с остальными частями УСМ. Крючок с ударником или курком чаще всего соединяются посредством длинной тяги. Отсюда и большее усилие, и длиннее ход спускового крючка. Выглядит просто эпик. Тоже по пальцу получил? Нет, УСМ длинный. Как ударил по пальцу, я понял. То есть это то оружие, на которое нужна рукоятка? Это инерционная штука. Да, вот здесь очень даже попрек вот эта рукоядочка. Я имел дело с разным оружием. И у оружия, у этого, были проблемы с надежностью, особенно у всяких буллпапов коротких. Здесь такой ерунды нет. Что-то они сделали, как-то они поработали с надежностью. Второе. Данное оружие проектировалось как буллпап с самого начала. Поэтому оно более грамотно скомпоновано, на нем меньше и лишнего. Помнишь, недавно мы имели дело с оружием, которое когда-то было випрем, и оно потом вдруг стало буллпапом. Поэтому там все на тягах, все вообще нелепо, неудобно. Здесь двусторонняя кнопка. Если тебе надо вот этой рукой поменяться, да? Взял, нажал с этой стороны кнопку. Предположим, это абсурдно длинный магазин, но, как видели, он отработан. Если нужно с этой стороны, то же самое. Кнопка есть. Нажал, сменился. Далее. Предохранитель. Двусторонний. Такой, приблизительно, как на аэрсистеме, под большой палец и указательный палец. В целом, Дерия Н100 это удачное воплощение компоновки буллпап в 12-м калибре. И во многом, именно из-за того, что он с самого начала конструировался по этой схеме, он получился удачным. Надо сделать важное замечание. Если оружие переделывается из обычной схемы буллпап, например, если буллпап делается из автомата Калашникова, то получается масса компромиссов. И в целом, это оружие имеет гораздо больше недостатков, чем то, которое с самого начала проектировалось как буллпап. Во втором случае, оружие получается гораздо более гармоничным. Подписчики нашего телеграм-канала уже достаточно настойчиво и давно просили нас сделать логотип с медведем со стволом. Достаточно для того, чтобы мы все-таки расшевелились. Поэтому, если вы хотите купить себе такой брутальный металлический стикер на машину или на телефон или куда угодно, то оставляйте свой заказ на почту, указанную в описании к этому видео. А на сегодня это все. Если это видео вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!